все пожалуйста ну как вы считаете этот достижение то что ребята победили 99 года рождения это очень как профессионал в этой сфере сфере тренерской имея огромный опыт видим много поработав на всех уровнях но я ожидал этого результата но не ожидал такого быстрого результата я всем говорил что в течение трех лет мы придем ну где-то вот к этому результат получилось что сергей александрович ускорил этот процесс до двух лет но почему у нас я я то уже проанализировал вот это все и посчитал что мы могли бы еще эффективнее сработать в этом году чтобы мы вышли бы в ту лигу прямо без всяких вопросов самую высшую лигу если бы у нас борьба за медали где велась да да у нас бы было если была база это в чем выражается у нас нет зала у нас нет зала где нет раздевалки потому что проработав почти 30 лет у тренером да я еще раз убедился что раздевалка это дом это где тренер воплощает в жизнь свои мысли свои идеи и он он постоянно с ними в контакте передает им теорию передает им разбирает разбирает те моменты негативные которые появляются в процессе тренировочном в игровом это в играх и так далее поэтому раздевалка это это дом имеется ввиду постоянно раздевалка где они приходят со школы а у них там есть доска у них есть тренер который постоянно здесь раун и тренер всегда приходит рано поэтому он готовится к этому процессу тренировочному он же не просто так приходит он планирует ту подготовку он где-то гибко старается относиться и технико тактическому направлению поэтому мы это увидели с сергей Александровичем когда были вот на сборах в лагере мы просто удивились и поняли еще раз поняли что будущее у волгоградского хоккея огромное потому что не за горами не за горами те ребята вот эти вот наши да это это лицо и они первые показали всем что волгоград он у него аура аула неспроста называется аура великих спортсменов что и хоккеисты здесь могут вырасти и олимпийскими стать чемпионами чемпионами мира и самых больших достижений в игровых видах спорта хоккея тем тем более могут добиться я в этом глубоко убежден и сейчас вот да контролирует школу школу хоккейную я вижу что очень много талантливых мальчишек сейчас приходит играть в хоккей потому что мы живем 21 веке и когда мне сказали что руководство в области сказала что у нас южный регион где у нас минус 28 градусов и что в хоккей нам не надо развивать это я не знаю майами играть в хоккей в таиланде играть в хоккей в арабских эмиратах играть какие-то где зиму вообще ни разу не видели где зиму нет нет зимы а сейчас хоккей играет закрытых помещениях на катках поэтому как вы считаете вот сколько с нынешним мальчишкам которые вот девяносто года или там плюс-минус несколько лет сколько им надо чтобы они выросли ну до команды мастеров хотя бы ну сервей александров у меня в 15 лет заиграл это мой воспитанник уже в команде мастеров его стали привлекать 15 16 лет я считаю что вполне возможно если бы у нас были условия это были залы мы бы и конечно развили физически очень прилично и все зависит от физического развития все остальное мы с ним дадим потому что мы поиграли в хоккей мы добились каких-то результатов в хоккей я имею в большом хоккей поэтому знание у нас есть опыт и есть нам нужно нам нужны условия и естественно мы с Олегом Геннадьевичем вот разговаривали что и чтоб развить полностью волгоградский хоккей нужна команда мастеров чтобы не было тока оттока наших талантов не было чтобы они была выстроена пирамида чтобы они уехали тогда когда они достойно уже переросли этот уровень перерастут мы их сами отправим туда куда нужно в хорошие руки где они именно будут представлять и мы будем гордиться тем что они выросли именно в этом городе получили хоккейное образование вот но без команды мастеров даже пусть первой лиги там какой-то этого тяжело добиться потому что их будут у нас собирать а мы их вот сейчас мы им дадим все они у нас заиграют за ними начнутся гонки это что появятся эти агенты которые будут перетаскивать переманивать другие клубы в интернаты и так далее поэтому да у нас еще может быть года два года два есть но не больше я думаю да сергей садов где где уже на самом деле их на счет у нас до нас на следующий год уже начнут их мне кажется красть уже уже переманивают нашел вопрос сергей к вам вы два года уже как занимаетесь команда да ну что вот за эти два года как становление проходил что вот запомнилось такое что вас самих как мастера спорта удивило но в становлении вот юношеская команда ничего больше больше после анатолича не добавить нет но все-таки вы работаете два года я работаю чего я пришел пришел и начал работать вообще когда они вообще ничего не умели кучами бегали надо было наладить дисциплину тренировочный процесс наладить но сложно их было организовать сделать из них команд поставить на коньки научить каким-то технико-тактическим данным еще но вот за эти два года прогресс большой как вы считаете но вы сами прошли юношеский очень большой прогресс ну как вы можете спрогнозировать перспективы вот что надо помимо вот той базы к которой сейчас говорилось чисто спортивно в развить какой какие турниры или еще что не ну и игру понятно побольше надо играть в общем мы поиграли в этом году это сколько игр набралось 30 всего это мало москва играет 80 это вот в таком возрасте да и турниру сейчас в липецке был еще ну то есть планируете на будущий сезон как-то увеличить вот эту спортивную такую нагрузку но они игры игры понимаете они ускорят этот процесс понимаете они ускорят их они быстрее вырастут за счет игр потому что игры это воплощение того труда тренировочного которую они делают на льду насколько сбалансирована команда но я веду по линиям там вратарской защиты нападение что но если даже не называя фамилию что выглядит лучше сейчас на данный момент ну по итогам сезона за цель но где-то у нас два звена более менее ровный 3 звено у нас остается подтянуть значит на физически очень физически слабые за это а вот какой по я по ходу сезону если один или там там два-три матча какой бы вы могли бы отметить где вот сыграли так здорово да здорово вот на выезде можно взять матч с оренбургом то что хотел все получил все получалось да здесь какой матч можно за много было хороших матчей но вот когда идеально все получалось и тут конечно в оренбурге и мы вышли на ту форму это как раз были перед новым годом последний матч я не форму набрали там был все наглядное мне вот хотелось отметить да что я я очень требовательный тренер вот я сам профессиональный хоккеист я мастер спорта ссср я играл против орланова против фетисов касатонова мне приходилось всегда играть против самых лучших я первой пятерки игрался во всех клубах вот и доходило до того что я какой бы я требователь не был я хлопал в ладоши потому что что они иногда показывали это шедевр этот чему должен стремиться вообще весь хоккей это это хоккейный мыши игровое мышление это исполнительское это исполнительское слово мастерство ким еще рано но в их возрасте то что они исполняют такие вещи когда к этому стремятся большие мастера и у них не у всех получается это уже говорит о том что это большое будущее потому что в таком возрасте уже понимать так игру и исполнять это здорово это просто я говорю иногда даже вот мы сидели далее геннадьич мы просто аплодировали потому что заставить меня аплодировать я всегда недоволен чем-то я всегда еще какие-то негативы но здесь я просто не восхищался